Всем привет! Сегодня я приготовлю знаменитый торт Прага. Что мне для этого понадобится? Для теста мука, сахарный песок, яйца, сливочное масло и какао-порошок. Для крема сливочное масло, сгущенное молоко, один желток, какао-порошок и немножко воды. Для пропитки верхнего коржа нам понадобится немного джема. Для шоколадной глазури нам понадобятся сливки, шоколад и сливочное масло. Первым делом готовим тесто. Нужно отделить белки от желтков. Белки взбиваем на небольшой скорости до устойчивых пиков. Чтобы белки хорошо взбились, не забудьте кинуть щепотку соли. Смотрите, белки взбились в устойчивую пену и теперь можно добавлять сахар. Взбиваем и постепенно добавляем. Белки хорошо взбились, они увеличились несколько раз в размере, хорошо держат форму. Они готовы. Теперь желтки растираем со второй половины сахара. Хорошо взбитые желтки добавляем и сверху вниз аккуратно лопаточкой перемешиваем, чтобы белки не осели. Главное сохранить воздушность массы. Теперь добавляем муку и какао. И аккуратно перемешиваем сверху вниз. В аккуратно вымешанное тесто добавляем растопленное охлажденное сливочное масло. На нит нашей формы выкладываем пергаментную бумагу и выливаем тесто. Убираем тесто выпекаться в духовку разогретую на 190 градусов. Пока печется корж, подготовим крем. В ковшик перекладываем желток, воду и сгущенку. Хорошо перемешанную массу ставим на газ нагреваться. Массу варим на медленный магнит, чтобы немного загустело. И все время помешиваем. Ну вот, масса наша готова. Смотрите, она немножечко стала загустевать. Варить ее долго не нужно, буквально несколько минуток. Массу оставляем в сторону, чтобы она хорошо отстыла. А тем временем нужно взбить сливочное масло. Охлажденную массу добавляем постепенно. И добавляем какао. Полчаса прошло, корж готов. Когда корж как следует остыл, вынимаем его из формы. Аккуратно подрезаем по кругу. И снимаем аккуратно бумагу. Для того, чтобы аккуратно разрезать на две равные части корж, мы делаем по всему кругу надсечки. Если вы хотите, чтобы ваш торт был выше, возьмите больше ингредиентов, либо меньше форму, чтобы можно было корж разрезать на три части. Смазываем кремом. Сверху пропитаем корж джемом. Протираем через сито, чтобы не было комочков. И смазываем очень тонким слоем. Готовим глазурь. В ковшик выливаем молоко. Растапливаем шоколад на медленном огне. Добавляем сюда же сливочное масло. И все время перемешиваем. Чтобы глазурь стала зеркальной, ее нужно несколько минут интенсивно помешивать. Как шоколад растворился, можно снимать с огня. И продолжаем интенсивно помешивать. Вот такая получается глазурь. Еще немного. Потом нужно, чтобы она полностью остыла. И польем торт. Если вы правильно приготовите глазурь, то вы будете отражаться в ней. Как в зеркале. Вот такой знаменитый торт Прага у меня получился. Всем приятного аппетита. Пробуйте, готовьте. Пишите комментарии. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok